Здравствуйте! В эфире программа «Формула здоровья» и ее ведущий Павел Богословский. В ближайшие полчаса узнаем самые актуальные новости зарубежной и отечественной медицины. Помочь каждому. Прием психолога может войти в стандарт первичной медпомощи при беременности. Отложенный эффект. 40% родителей отметили упадок активности детей после COVID-19. Пара на прививку. В Воронежской области продолжается прививочная кампания против гриппа. О возрастных изменениях кожи и профилактике кожных заболеваний в студии будем говорить с Лилианой Моревой, врачом высшей категории областного кожно-венерологического диспансера. Устроить головомойку. Вредно ли мыть голову каждый день? Разберем в рубрике «Под вопросом». Будь здоров! Как поддержать иммунитет осенью, расскажем в одном из сюжетов. Вот такие темы ждут вас в этом выпуске программы «Формула здоровья». Начинаем с обзора новостей. Прием психолога предлагается включить в стандарт первичной медико-санитарной помощи при нормальной беременности. Соответствующий проект приказа Минздрава размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В случае принятия документа каждая беременная женщина сможет получать услуги психолога за счет государства. Порядка 40% родителей отметили снижение физической активности и работоспособности у своих детей, которые переболели коронавирусом. Наиболее распространенные специфические последствия перенесенной инфекции – нарушение функции легких, астенический синдром и снижение психического функционирования. У детей наблюдается ухудшение аппетита, нарушение сна и увеличение его продолжительности, вялость, заторможенность, снижение настроения и ухудшение памяти. Как сообщается, исследования будут продолжены. За первые дни осени медики вакцинировали от гриппа более 70 тысяч воронежцев. Всего в регион поступило порядка 292 тысяч доз препарата. Врачи подчеркивают, вакцинация остается самым эффективным способом профилактики гриппа. Она не гарантирует полную защиту, но заметно снижает риск осложнений, и болезнь, как правило, протекает гораздо легче. Сделать прививку можно в любой поликлинике после консультации терапевта. Кожа человека меняется с возрастом, и в каждом периоде у нее появляются свои особенности, заболевания и правила ухода. Так, например, в подростковом возрасте это надоедливые прыщи, а в пожилом – глубокие складки, морщины и пигментные пятна. О возрастных изменениях кожи в студии будем говорить с Лилианой Моревой, врачом высшей категории областного кожно-венерологического диспансера, косметологом Ермат-венерологом. Здравствуйте. Рождается человек, и кожа младенца абсолютно не торжественна коже взрослого человека. Какие особенности у младенцев с кожей, на какие проблемы стоит обращать внимание? Кожа у детей новорожденного периода грудничкова более тонкая, но роговой слой эпидермиса более тонкий, уязвимый. Соответственно, легче проникают аллергены, токсины. Также происходит трансдермальная потеря жидкости. И, соответственно, тоже такая чувствительность или проникновение грибков, бактерий тоже повышается. Поэтому эту кожу мы должны особенно за ней тоже тщательно ухаживать, защищать и повышать ее защитные барьерные функции. Потому что, как еще раз говорю, кожа незрелая и функции ее несовершенны. И здесь приходят нам на помощь эмаленты, которые в настоящее время большое множество. Давайте здесь сразу поясним. Эмаленты – это что такое? Это такие специализированные крема, которые продаются в аптеке, которые имеют гипоаллерген. Они гипоаллергенны. Минимум таких веществ, как павы, какие-то химические агенты, ароматизаторы, красители. И как раз которые… Действующие вещества. Да, действующие вещества – это именно увлажняющие компоненты, фосфолипиды, то есть липиды, которые будут восстанавливать гидролипидный барьер или мантию кожи. Соответственно, более натуральные, натуральные компоненты. Нередко мамы грудничков сталкиваются с таким понятием, как потничка, высыпание, вот что-то такого плана. Почему, во-первых, возникают такие состояния и что с этим делать? В этих ситуациях тоже существует специализированная косметика. Именно косметика с цинком, болтушки, крема. И, соответственно, тоже сейчас как бы не проблема, то есть это все можно приобрести и пользоваться. Двигаемся дальше. Ребенок растет, развивается, развивается его, очевидно, кожа. Доходит до подросткового возраста, и здесь очень много вопросов начинает сразу возникать. Почему? Да, ну, дети наши взрослеют. Начинается подростковый период, период полового созревания, увеличивается количество половых гормонов, выработка. И, конечно, мужские половые гормоны особенно как бы отвечают за усиление функций сальных желез. Например, там гормон тестостерон. Под ферментной такой активностью 5-альфа-редуктаза переходит до гидроэпиандестерона, который мы, конечно, часто можем исследовать. И вот эти все неблагоприятные такие именно свойства, повышение жирности кожи, воспалительные какие-то на коже состояния, это все, конечно, обусловлено вот именно действием вот этих половых гормонов. Но это двояхая ситуация. Вопрос гигиены тут стоит. Конечно. Или умывайся, не умывайся, но все равно у тебя проще. Конечно. И, во-первых, всегда вот мы лечим как? Мы лечим всегда комплексно. То есть, конечно, мы рекомендуем соблюдать диету, диету при акне. Это меньше употреблять простых углеводов, то есть пищи сладкой, пирожные, конфеты, там, шоколад. Затем жирные продукты, конечно, минимизировать, жареное, копченое. А почему так вкусно это провоцирует высыпание? Почему так получается? Ну, вот так активизируются тоже эти продукты, жиры, неполезные жиры, так скажем. Тоже они будут способствовать, знаете, как было такое понятие, мы есть то, что мы едим. То есть, наш сальный секрет именно будет более тягучим, более таким, то есть, способствует закупорке сальных желез и так далее. Все, чем питаются подростки, им нельзя. Да, им нельзя, фастфуд и так далее. Я своим подросткам, детям тоже это как бы рекомендую, и пациентам в том числе. Образ жизни, потому что наши, особенно подростки, долго любят засиживаться за компьютером. Это тоже вредно, потому что после 11, вот как вредно, надо ложиться спать, желательно до 11, потому что после уже должен быть сон. И в этот период очень важно для растущего организма в том числе происходит выработка гормонов. Гормонов гипофиза, гипоталамуса, которые как раз являются регуляторами и обменных процессов, и гормонального фона. Вот, и вот даже у одного и того же человека в разные периоды его жизни и деятельность социальных желез может быть различна. Поэтому, то есть, вот и образ жизни, который ведут наши пациенты, тоже очень важен. Ложись вовремя спать, и будет у тебя лицо чистое. Да, и вовремя спать, и правильное питание. Нет, ну, знаете как, это... Это один из факторов, конечно. Но в том числе, конечно, есть вот что такое вот наш диагноз, так угре, так он звучит, угре, акне, прыщи, как можно в простонародье. Вообще-то, может быть, и генетически детерминировано, или обусловлено. То есть, эта особенность, она передается по наследству, то есть, это в первую очередь. И потом, ну, есть несколько механизмов развития этого заболевания. Это как раз вот и генетические предрасположенности затем. Давайте поговорим о лечении, о купировании подобных ситуаций, потому что, ну, понятно, выровняли мы обмен веществ, условно говоря. Но ведь всегда хочется чем-то помазать, что-то нанести. Конечно. Но лечение тоже, как еще раз говорю, комплексное всегда. Оно диета, уход, обязательно уход. То есть, это очень важно. Что рекомендуем всегда? Очищение, которое должно быть мягкое, именно такое. Но не прижигать, я правильно понимаю? Ну, знаете, как прижигать можно, если ты там что-то выдавил, потому что тоже мы ругаемся за это. Ну, вот, конечно... Беззараживать можно. Беззараживать можно, но, опять же, все в меру, конечно. А так, очищение должно быть именно бережным, мягким. Обязательно тонизация, ну, то есть, тоник должен быть, противовоспалительные крема. Ну, и наши драматологические средства, которые назначают только, понимаете, в зависимости от степени тяжести, от, как говорится, формы заболевания. Потому что мы разделяем там комедональная форма, потом папула, там, пустолиозная. Здесь могут быть уже и местные антибиотики, наружные, и вовнутрь мы назначаем антибиотики. Также мы, конечно, любим использовать ретиноиды, то есть, это производная витамина А, которая может быть тоже как местно, наружно, так и вовнутрь. Но это уже при более таких тяжелых, устойчивых формах. Ну что ж, давайте сейчас сделаем небольшой перерыв, а после продолжим наше интервью. Одним из видов профилактики множества заболеваний остается регулярная физическая нагрузка. Несколько упражнений и правильной разминки покажем прямо сейчас. Сейчас покажу комплекс упражнений для людей, находящихся на рабочем месте, для поддержания здорового позвоночника. Начинаем с упражнения. Сидим ровно на двух седалищных костях, вытягиваемся макушкой вверх, делаем круговые движения из стороны в сторону. Делаем 8 повторений в одну и в другую сторону. Закончили. Следующее упражнение, которое мы выполняем. Сидим также на двух седалищных костях, макушкой вытягиваемся вверх, спинка ровная, руки просто опустили вниз, плечики расслабили. Делаем наклон в одну сторону, не поднимая плечо вверх, плечо должно быть опущено. Делаем также 8 повторений в одну и в другую сторону. Следующее упражнение. Садимся на стул боком, ручки убираем на затылок, спинка плотно прижата, стопы стоят. Делаем наклон на вдохе, отводим корпус назад, на выдохе возвращаемся. Вдох назад, на выдохе возвращаемся. Следующее упражнение. Руками упираемся на стол, руки кладем за голову и плавно отъезжаем назад. Вытягиваем спину и возвращаемся обратно. Снова отъезжаем назад и возвращаемся обратно. Следующее упражнение. Мы садимся на край стула, ножку ставим на колено, за край колена. Другой рукой мы опускаем, слегка надавливая на колено, опускаем его вниз. У нас должно быть легкое потяжение внутренней поверхности бедра, задней. Спинка при этом ровная, макушкой вытягиваемся вверх. Посидели так одну-две минутки, поменяли ногу. Следующее упражнение. Остаемся в этом же положении, на краю стула. Ножку оставляем также на краю колена. Другой рукой мы цепляемся противоположно за колено и это вытягиваемся в сторону. Вытянулись, сидим так 30 секунд. У нас должно быть легкое потяжение грудной мышцы, бицепса. Вытянули, поменяли ножку и руку. То же самое выполнили в другую сторону. Выполняя этот комплекс, мы поможем разгрузить наш позвоночник, выполнять мобилизацию, ротацию и подобные вещи для нашего позвонка, чтобы наша жизнь была активной и веселой. Продолжая нашу беседу, напомню, о возрастных изменениях кожи мы говорим с Лилианой Моревой. Врачом высшей категории, дерматологом, косметологом областного кожного нейрологического диспансера. Во взрослом возрасте бывают акне? Потому что у меня есть такое ощущение, что не только в подростковом возрасте бывают такие вещи. Да, на самом деле так, что акне – это вообще хроническое заболевание, и оно может протекать от нескольких месяцев до много лет, и 5, и 10, и более. То есть эти периоды областей, они тоже могут быть различными. А бывает и так, что, например, обращаются женщины, там, 35-40 плюс, и говорят, слушайте, ну мы даже подростками были, и у нас не было высыпаний, а здесь что со мной, я превращаюсь в подростками. Второй подростковый возраст. Да, в таком периоде, когда мне надо ухаживать, то есть уже возрастной уход, морщинами бороться, я становлюсь, у меня прыщи. Вот, и тут, конечно, какая ситуация происходит? То есть уже как бы моногормональное такое же изменение. Тут дисбаланс идёт между женскими половыми и мужскими. То есть женских половых гормонов может быть меньше. Астроген уменьшается, да, вот мужские половые, это сцерон, то есть относительно такой дисбаланс, да, увеличивается. Здесь мы работаем с гинекологами, эндокринологами и эндокринологами, потому что только они имеют право назначать гормональные контрацептивы с антиэндрогенным компонентами, которые вот... Не столько как контрацептивы, сколько как иметь гормональные терапии. Да, не для контрацептивы, да, пожалуйста, можно как бы, да, а именно для лечения вот именно этого состояния, не меньше 6-9 месяцев. Надо предъявлять... Глубоко и надолго прямо надо копнуть. Да, то есть это вот именно важно здесь вот это соблюдение. Ну и, конечно, тоже уход, питание, вот эти все стрессовые ситуации тоже мы рекомендуем, но... А в целом, давайте как раз мы плавно подошли к проблемам возрастной кожи, уже 35+, уже как бы начинаешь смотреть на себя в зеркало и замечать, где-то морфинки, где-то сухость, где-то что-то. Наиболее частые проблемы у среднего возраста с кожей. Как раз в основном это сухость кожных покров, потому что существуют такие критические периоды у женщин, когда уменьшается выработка собственной гиалуроновой кислоты. И у нас в коже, ну, в дырме живет такая, как называемая, фабрика, клетки фабрика, это фибробласты, которые как раз вот являются, ну, вырабатывают именно собственную гиалуроновую кислоту, там, способствуют выработке коллагена и так далее. И, соответственно, наша кожа, ну, то есть в зависимости от этого, вот или нам похоже... С средним возрастом это деградирует функцию. Да, это, конечно, старые инвалиды происходят, и фибробласты наши тоже замедляются в такую активность, можно сказать, отдыхают. Поэтому тут надо нам тоже, как бы, понимаете, такое излечение, именно биоревитализация. Это вот именно, как бы, мы даем жизнь, как бы, да, нашей коже. То есть мы вводим извне препараты гиалуроновой кислоты, которые, конечно, проверены, понятно, с медицинским удостоверением, все это должно быть. Вот. И запускаем, тем самым увлажняем, во-первых, кожу, во-вторых, и запускаем наши вот клетки, которые немножко начинают... То есть это не маркетинговая уловка, это все-таки действительно... Нет, это именно лечение. Биоревитализация – это лечение кожи, потому что сейчас вот вообще-то актуально, то есть не только мы, драматологи, там, косметологи, а также, ну, то есть ревматологи, они вводят в сустав, потому что гиалуроновая кислота – это и синвяальная жидкость, и глазные, то есть это не только драматологическая, но и вообще как бы нашим организмам, это наш главный, как говорится, ликоз, заминный гликан, который нужен для увлажнения. Что ж, давайте как раз к последней возрастной категории, уже к пожилым людям, а здесь нередко возникают так называемые пигментные пятна. То есть ли с этим как-то бороться, что-то применять, или это только исключительно косметический, как бы, такой нюанс? Ну, здесь по желанию. Конечно, я бы сказала, стоит, потому что, ну, сейчас все за эстетику, такое время, когда все мы к этому стремимся. И тем более в настоящее время в современной косметологии масса средств, ну, какие вот, например, разберем, какое может быть лечение. Ну, во-первых, какие виды пигментации? Ну, приобретенные, так скажем, да, которые вот в последствии солнечного излучения, там, та же хлоазма, да, то есть это вот такие пятна, которые могут возникать там у женщин после беременности, при приеме гормональных контрацептивов и других препаратов, фотосенсибилизаторов, там, ну, или, возможно, какие-то были воспалительные на коже вещи, и не было СПФ, то есть не было защиты, и вот так случилось, что образовались эти пятна. Вот. Есть другой вид пигментации, это мелазма. Это хронические такие состояния, с которыми мы тоже можем бороться, но она, конечно, не уйдет, то есть мы можем как бы уменьшать ее выраженность, но это хроническое такое состояние. А вот эти все хлоазмы, лентига, с ними можно как бы побороться легко. Просто зависит от того, где залегает пигмент. То ли он залегает поверхностно, то ли он залегает глубже. Какие методы? Это всегда мы должны работать комплексно. Это, во-первых, крема. Дом используют женщины с блокадрами тиры, зеназы. Пилинги, которые обладают отшелушивающим действием ТСА, пилинги, ретиноевая кислота. И, конечно, аппаратная косметология. Это лазерная технология. И фотоомоложение, IPL-терапия, которая как раз является именно вот таким, как хромофором, или мишенью, является именно вот меланин, пигмент, который просто мы его разрушаем. Вот этим самым... И вот еще такая тема, что вот эти клетки, которые фотоповрежденные, они как бы несут с собой тоже мутации. То есть это клетки нездоровые. И, соответственно, вот эта аппаратная косметология, которая сейчас широко у вас имеется, востребована, происходит именно тщение вот именно кожи от вот этих фотоповрежденных клеток, которые уже с мутациями. А это уже, наверное, онкопрофилактика. Онкопрофилактика, да. Ну что ж, а это уже совсем другой разговор. К сожалению, у нас не так много времени. Наш интервью заканчивается. Спасибо, что были в этой студии. Удачи вам, успехов. Напомним, в студии «Формула здоровья» была Лилиана Морева, врач высшей категории, дерматолог, косметолог, областного кожно-минералогического диспансера. Оставайтесь на телеканале ТВ «Губерния». Это рубрика «Эдос» – природный доктор для всей семьи. Быть родителями непросто, а родителям гиперактивных детей сложно вдвойне. С синдромом дефицита внимания и гиперактивности СДВГ сталкивается от 10 до 17% семей в России. Диагностируют это заболевание чаще всего в раннем возрасте – до 5 лет. Длительная терапия предполагает прием серьезных препаратов. При этом многократно возрастает лекарственная нагрузка на детский организм. Нам написала Оксана из Москвы. «Природный доктор Эдос, помогите! Я мама ребенка с СДВГ. Диагноз Матвею поставили в 2 года. Сейчас сыну 4. Мы время от времени пьем курсы препаратов, а успокоительные требуются Матвею регулярно. Меня пугает большое количество побочных эффектов. Что делать? Дорогая Оксана, вы с Матвеем проходите долгий и непростой путь. СДВГ – не безобидный диагноз, хотя раньше его симптомы списывали на особенности характера. Специалисты предупреждают – синдром дефицита внимания и гиперактивности может стать причиной других серьезных расстройств. Для того, чтобы снизить градус тревоги и наладить здоровый сон, неврологи часто советуют природное успокоительное Пасамбро Эдос 306. Принимать его могут дети с 1 года и взрослые. Пасамбро Эдос 306 содержит только натуральные компоненты. Среди них валерьяна и тропическая лиана – пасифлора. Это растение советские ученые исследовали еще в 60-е годы прошлого века. Пасифлора содержит большое количество активных веществ, в том числе гликодиды, которые известны своими успокоительными свойствами. При этом технологии производства Эдос обеспечивают высокую биодоступность всех компонентов. Детям сладкий сироп Пасамбро Эдос 306 обычно разводят в воде, чай или соки. Все натуральные лекарства от российской компании Эдос доступны по цене, совместимы с другими препаратами и не вызывают привыкания. А высокое качество продукции Эдос гарантировано 30-летней репутацией компании. Желаю здоровья и спокойствия в доме вам и вашим близким. И напоминаю, что широкий ассортимент натуральных лекарств природного доктора Эдос для всей семьи можно купить без рецепта и по выгодным ценам, как в обычных аптеках, так и онлайн. Далее в программе. Устроим головомойку. Узнаем, вредно ли мыть голову каждый день. А также напомним полезные рецепты. Расскажем, как поддерживать иммунитет осенью. В сети гуляет много противоречащих друг другу утверждений. Как часто можно использовать шампунь? Есть ли от этого вред и что будет, если мыть голову каждый день? Разбираемся в этих вопросах в нашей рубрике «Под вопросом». Как часто мыть голову? Научных доказательств того, что ежедневное мытье волос вредно, сегодня не существует. А вот делать продолжительные паузы нежелательно. Чтобы определить частоту мытья волос, необходимо учитывать тип кожи головы. И правильно подобрать шампунь, кондиционер и другие средства ухода. По эффекту они бывают разными – увлажняющими, питательными, глубоко очищающими для придания объема для окрашенных волос и против выпадения. По словам специалистов, шампуни для мужчин и женщин тоже разные. У них отличаются кислотно-щелочной баланс и состав. Мужские средства более интенсивно очищают и освежают, в отличие от женских, которые действуют мягче. И, наконец, сухие волосы не рекомендуется мыть чаще двух раз в неделю, чтобы избежать их пересыхания. Волосы, склонные к жирности, не реже трех раз в неделю. И даже чаще. В осенний период ухудшается не только психоэмоциональное, но и физическое состояние человека. Чем ближе зима, тем чаще обостряются хронические болезни и возникают различные инфекции. Как поддержать иммунитет осенью, расскажем в следующем сюжете. Иммунная система человеческого организма – это своеобразный щит, с помощью которого мы противостоим разного рода инфекциям и влияниям извне. Именно благодаря сильному иммунитету мы можем не опасаться за свое здоровье в период эпидемий. Но готовить организм к холодам следует задолго до того времени, как эпидемии простудных заболеваний заявят о себе. Ведь организм со сниженной иммунной защитой не устоит перед натиском неблагоприятных факторов в виде плохой погоды, простуды и чихающих прохожих. Самый лучший способ – это занимайтесь спортом и следите за собой. Правильно питаться, дышать свежим воздухом, заниматься спортом. Ну, побольше гулять, наслаждаться солнцем, пока оно еще есть. И радоваться жизни. Как житель Воронежа, я, например, с удовольствием гуляю по бульвару Карл Марксом, то есть хожу пешком в любую погоду. Далее пить витамины. Желательно, наверное, их есть. Овощи, фрукты. Иммунитет принято делить на два типа – неспецифический и специфический. Первый передается на генетическом уровне и стволовых клеток. Большая часть защиты организма приходится именно на врожденный иммунитет. Формируется он во внутриутробном развитии из фагоцитов – клеток, умеющих поглощать плохие организмы. Живут эти клетки иммунной системы в селезенке и имеют белковую природу. Специфический или приобретенный иммунитет формируется одновременно с врожденным, также и стволовых клеток. Но потом его клетки переходят в тимус – вилочку и железу – и становятся антителами, способными противостоять всевозможным болезням. Чем больше антител, тем крепче иммунитет. Очень многое зависит от микрофлоры, от микробиома желудочно-кишечного тракта. Мы все давно знаем, что у нас огромное количество бактерий, вирусов, грибов обитает в желудочно-кишечном тракте. Везде. У нас нет ни одного стерильного органа. То, что мы думали раньше, что они стерильные, на самом деле, каждый из этих органов – кровь, ротовая полость, желудочно-кишечный тракт, желудок с его кислотой – они все обладают своим собственным микробиомом, который влияет на нормальное функционирование органов. Но самый, конечно, большой орган иммунный – это кишечник. Потому что там содержится огромное количество бактерий, вирусов, грибов. Они все находятся и в симбиотическом отношении, и антагонистическом отношении. То есть это не просто набор каких-то бактерий, которые просто прикреплены к стенке, и как-то живут. Нет, они все взаимодействуют между собой и, соответственно, оказывают влияние на весь наш организм. Многочисленные исследования показывают, что в России подавляющее большинство людей страдает от гиповитаминоза – нехватки витаминов. Как известно, они не образуются в организме человека за исключением витамина D и тех, которые синтезируются бактериями кишечника. Поэтому должны постоянно присутствовать в составе пищи. Но даже при самом правильном питании рацион человека сегодня недоукоплектован витаминами на 20-30%. Для того, чтобы иммунитет был в норме, необходимо помнить, что надо соблюдать, ну, в принципе, простые правила в жизни. Это сбалансированное питание, физическая активность, бодрствование, режим и сна. То есть когда мы правильно спим и бодрствуем, мы восстанавливаем силы. То есть правильный сон – это залог здоровья, правильное питание – это залог здоровья. То есть все эти вещи помогают нам быть здоровыми. Иммунная система формируется у человека еще в утробе матери и немало зависит от наследственности. Но и весьма значительную роль в работе иммунитета играет образ жизни. И если с наследственностью мы сделать ничего не можем, то укрепить иммунитет, выполняя определенные правила в наших силах. Восполняйте дефицит железа, включайте в рацион кисломолочные продукты, следите за здоровьем печени, соблюдайте режим сна, дня и питания, закаляйтесь и больше двигайтесь, одевайтесь по сезону. На сегодня это все. Напоминаю, наша программа выходит по средам на телеканале ТВ-Губерния, спутниковой сети Триколор ТВ и во всех кабельных сетях Воронежа, а также на канале ОТР в первом цифровом мультиплексе. Все выпуски программы «Формула здоровья» можно смотреть в любое время на интернет-канале tv-defizgubernia.ru. Наше эфирное время подошло к концу. Теперь вы знаете о своем здоровье немного больше. Это была «Формула здоровья» и Павел Богословский. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok